Заключительный этап Олимпиады Нижегородской области Сергея Злобина началось расширенное заседание Оргкомитета заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по праву, которую ежегодно принимает наш город. И несмотря на то, что проходит это значимое в образовательном плане событие весной, а на календаре еще только 27 февраля, подготовка уже началась и идет полным ходом. На данный момент готовность мы оцениваем процентов на 80-85. Ключевой вопрос, который мы до конца не понимаем это количество участников, потому что Олимпиада проводится по другой системе, по рейтинговой системе, и количество победителей будет известно в самое ближайшее время. Сейчас мы не знаем, сколько субъектов, сколько детей и сколько руководителей делегаций к нам приедет. Мы предполагаем, что это будет около 300-350 человек. Это достаточно большой состав участников. Но так как Олимпиада проводится уже не первый раз, это уже шестая Олимпиада по праву, в принципе весь подготовительный этап отработан. Мы уже знаем и состав культурной программы, и организацию медицинской помощи, и логистику транспорта. То есть вся эта система уже выстроена. Вопросы для обсуждения в ходе заседания охватили самые разные аспекты проведения Олимпиады. Ведь ее участникам предстоит не только соревноваться в юридических науках, но и стать гостями Нижнего Новгорода. А оказать достойный прием такому количеству гостей – дело непростое. Их нужно разместить, накормить, познакомить с городом, то есть максимально разнообразить их пребывание здесь. Олимпиада – это всегда очень ответственное мероприятие. Она на самом деле в традиционном формате проходит в целом, но в этом году будет проходить она интенсивнее, чем обычно. И поэтому мы готовимся к тому, чтобы ребятам создать условия, чтобы они проявили себя полностью и максимально. Потому что они будут работать как никогда усиленно и в таком интенсивном режиме. Активное участие в организации и проведении заключительного этапа Олимпиады традиционно принимает Университет Лобачевского. А это гарантия, что состязания юных правоведов пройдут на самом высоком уровне. Мы – хорошее образовательное учреждение, а Олимпиады – это форма выявления, поддержки талантливых детей. Поэтому это просто наша задача. Ну и потом, мы очень любим талантливых детей. Мы считаем, что надо сделать все, чтобы дать им все возможности. Потому что именно талантливые люди обеспечат будущее нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова